МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши, информационная программа Республика. Об основных событиях четверга вам расскажут наши корреспонденты и я, Ольга Панова. Эстафета Олимпийского огня пройдет по столице республики уже завтра. Опыт предыдущих 94 городов показывает это масштабное событие, в проведении которого задействованы множество людей. Сегодня организаторы и участники эстафеты вновь встретились с журналистами, чтобы ответить на последние предстартовые вопросы. Организационные вопросы решены практически все. Осталось только то, что невозможно было сделать раньше. Настало время торжественных и праздничных мероприятий. Начало им положило вручение чаши Олимпийского огня. Завтра ее перевезут на Олимпийский стадион, где она и останется на память об эстафете. Маршрут эстафеты огня известен. Встретят его на железнодорожном вокзале. Он прибудет специальным автопоездом. Затем пронесут по городу через Красную площадь до Олимпийского стадиона. Кульминация праздника – большое праздничное представление и зажжение чаши огня. Эту миссию доверили нашему известному спортсмену – олимпийцу Владимиру Воронкову. Я как будто вновь окунулся, побывал или побывая на Олимпийские игры. Такое же большое волнение, так же я уже сегодня ночь посудил, плохо спал. Всю необходимую информацию о празднике спорта можно найти на информационном портале КАПРО и на сайте города Чебоксары. Организаторы и участники эстафеты поблагодарили всех, кто был причастен к подготовке этого большого события. Всем нам удачи завтра и хорошего настроения. Елена Гальперина, Андрей Спиридонов, Республика. Завтра на национальном телевидении Чуваши в прямом эфире можно будет увидеть церемонию встречи Олимпийского огня в столице Республики. В течение дня мы планируем еще несколько прямых включений, а вечером в 18 часов вы увидите прямую трансляцию финального празднования на стадионе Олимпийский. Завтра движение транспорта будет ограничено с 10 утра до 10 вечера, так что, видимо, автомобилистам придется провести день без автомобиля. Общественный транспорт будет передвигаться по объездным маршрутам. Эстафеты Олимпийского огня стартуют на железнодорожном вокзале, а финишируют на стадионе Олимпийский. Маршрут пройдет практически через весь город, закроют дорогу в центр от пересечения проспекта Ивана Яковлева с проспектом Мира и улицей Привокзальная. Затем факелоносцы будут двигаться по проспекту Ленина, улицам Николаева, Калинина, Текстильщиков, Зои Яковлевой, Ивана Франко до Парка Победы, вернутся на Калинина. После этого эстафета пройдет по площади Речников, Казанской набережной, Дамбе Чебоксарского залива. По улице Константина Иванова факелоносцы добегут до Московского проспекта, затем повернут на проспект Максима Горького, по улице Университетской доберутся до нового корпуса Госуниверситета. Оттуда, через улицы Мичмана Павлова, Гузовского, Московский проспект спустятся к монументу матери. Затем Олимпийский огонь прибудет на Красную площадь. Здесь горожан ждет большая развлекательная программа. Оттуда, по Президентскому бульвару, улицам Карла Маркса, Гагарина, Чапаева и Цивильской, факел доберется до стадиона Олимпийский. В шесть вечера на стадионе начнется праздничная программа. А в 19 часов в 10 минут пройдет торжественное зажжение чаши Олимпийского огня. Без пяти восемь небо над стадионом раскрасит фейерверк. Дороги города будут закрываться поэтапно в зависимости от прохождения эстафеты. Движение троллейбусов на обозначенных участках будет остановлено за полчаса до прохождения колонны. Схемы объезда расписания движения факела можно найти на сайте столицы республики. Машины, припаркованные на пути следования эстафеты, будут эвакуированы. Городские власти еще раз обращаются к чебоксарцам и гостям столицы с просьбой воздержаться 27 декабря от выезда на личном транспорте и тем более не оставлять его на маршруте следования эстафеты. К другим темам. На страже безопасности. Сегодня итоги работы подвели сотрудники экстренных служб республики. Для спасателей, пожарных и медиков этот год оказался непростым. Но профессионализм взял верх. О том, что еще необходимо сделать для совершенствования системы реагирования, говорили на учебно-методическом сборе. В нем принял участие и глава Чуваши Михаил Игнатьев. От везде проходимых квадроциклов и снегоходов до самой высокой в республике автолестницы. Самые современные техники, которые в последние годы вооружились, экстренные службы устроили смотрины. Многие из этих машин уже прошли боевое крещение. Испытали, но пока на учениях и вот этот передвижной штаб. В полевых условиях его возможно установить всего за 15 минут. Прочная ткань выдержит даже аномальные морозы. На какие морозы просит? Сорг. Сорг раз? Вот данным, да. Я думаю, в любых условиях. В любых условиях, да. В экстремальных условиях на помощь спасателям готовы прийти и радиолюбители. Там, где выходит из строя сотовая связь, их рации – самое надежное средство для переговоров. Мотивации в чем? Помочь. Патриотизм? Да. Радиоидическая аварийная служба. Помогают профессионалам своего дела и рядовые граждане. Количество добровольных пожарных команд увеличилось в разы. И на их развитие будут делать ставку и дальше. В этом году спасателям республики не раз приходилось ликвидировать техногенные катастрофы. В Севельском поселке Тувси взорвался жилой дом. В Шумерлинском районе с рельс сошли 13 вагонов с углем. А летом в республике был введен режим ЧАЭС из-за аномальной засухи. Но по-прежнему в Чувашии сотни людей погибают в пожарах. На пожарах в этом году погибло 91 человек. В прошлом году 96. Получили травмы различной степени тяжести 97 человек. В прошлом году 117. Но зачастую на место ЧП экстренным службам удается прибыть вовремя. На их счету тысячи спасенных людей. Лучшим из лучших глава региона вручил награды. Для органов власти всех уровней вопросы безопасности людей, вопросы жизнеобеспечения людей являются приоритетом. Дмитрий Ковалев и Николай Яковлев. Республика. Сегодня Михаил Игнатьев вручил лучшим труженикам Чувашии государственные награды Российской Федерации и Чувашской Республики. В список попали служащие разных сфер деятельности. Врачи, учителя, монтажник, архитектор и даже рецептурщик. Поздравить их выехала и наша съемочная группа. Ольга Алексеева подробнее. Лучшие из лучших встретились на приеме главы республики. Михаил Игнатьев подвел итоги плодотворной работы предприятий республики и отметил, что это результат и непосредственное участие людей, которых он пригласил для вручения наград. Примите слова самой искренней и глубокой благодарности за ваш вдохновенный труд, за то, что вы всегда на переднем крае работы, за профессиональный опыт, которым вы щедро делитесь с поколением молодых специалистов. Татьяна Терипасков, врач-акушер-гинеколог президентского перинатального центра, стояла у истоков и организации службы родовспоможения в Чувашии. Ей вручили медаль ордена за заслуги перед Чувашской республикой. Я сюда приехала очень много лет назад, и, наверное, всему, что я умею, как профессионал, я получила от ведущих врачей-акушеров-гинекологов Чувашии. Мне остается, так сказать, вот сказав все это, только продолжать работать, отдавать долги маленькой солнечной республике, которая дала, в общем-то, мне все. Спасибо всем большое. Я уверен, что от каждого из нас многое зависит, и не надо бояться никаких сложностей. Хочется пожелать всем крепкого здоровья, успехов. Большое спасибо, Михаил Васильевич, за ту доверие, которую нам оказали. 28 жителей Чувашии получили сегодня госнаграды из рук Михаила Игнатьева. Внимание и уважение заслуживают успехи и достижения каждого из вас, отметил глава Чувашии. Ольга Алексеева, Евгений Анисимов, Республика. Сегодня же в Доме правительства наградили лучших муниципальных и гражданских служащих. 11 человек, сотрудники Министерства районных администраций, одержали победу в ежегодном конкурсе. Поздравляя победителей, глава Чувашии отметил, что залогом их победы является эффективная работа. А подобные конкурсы только мотивируют государственных служащих. Из бюджета республики выделяется достаточно средств на переобучение и повышение квалификации. Михаил Игнатьев подчеркнул, что власти региона заинтересованы, чтобы в их ряды вливались только профессионалы, которые готовы исполнять свои обязанности. К участникам конкурса предъявляли серьезные требования. Лучших выбирало жюри. Они оценивали не только проекты чиновников, но и то, как они развивают доверенную им отрасль. В Чебоксары на церемонию награждения приехали специалисты и заместители глав из семи районов. Отдельные номинации были предусмотрены для сотрудников министерств. Хотя изначально на победу претендовали более 70 человек. Наталья Ефимова из села Порецкое отметила, что ее победа – результат работы всей администрации. Я думаю, что лучшими мы стали в конкурсе на лучшего муниципального служащего в связи с большой проводимой общественной работой, в связи с имеющимися наградами. Строятся у нас в селе дороги, жилье. Молодые семьи поделяются в субсидии. Также строится жилье для детей-сирот, для переселения из ветхого аварийного жилья. В рамках комплексно-компактной застройки был построен водопровод, канализация, новый современный стадион. Сегодня на новом Таванрадио прошел первый прямой эфир. Насущные проблемы, связанные с управлением имуществом, ведущая Маргарита Гартфельдер обсудила с министром имущественных и земельных отношений Светланой Янилиной. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня в эфире Таванрадио первый гость. Причем в прямом эфире это министр имущественных и земельных отношений Чувашской Республики Светлана Янилина. Добрый день, Светлана Александровна. День добрый. Несмотря на то, что эфир предновогодний, разговор шел о вещах серьезных. Министр рассказал об основных направлениях работы и достижениях своего ведомства, подвела итоги уходящего года. Подробно в программе «Дружеский обед» обсудили вопросы, касающиеся арендных отношений, предоставления бесплатных земельных участков многодетным семьям. Считается, что у различных ведомств очень много бумажной работы, особенно в конце года. Итоги, отчеты, ведомости. Вот и в Министерстве имущественных отношений тоже обложились бумагой. Правда, из нее сотрудники вырезают снежинки и собирают гирлянды. О том, как здание министерства из самого обычного превратилось в сказочное, смотрите прямо сейчас. Как шагнешь за порог, всюду иней. А еще елки, снеговики, снежинки и гирлянды. Не думайте, это не резиденция Деда Мороза, а Министерство земельных и имущественных отношений нашей республики. Праздник пришел не только в коридоры, но и практически во все кабинеты. А в отдел с грозным названием правового и кадрового обеспечения и вовсе вызвали сказочного волшебника. В этом году Дед Мороз почему-то очень неэффективно использует снег. Даже, можно сказать, вообще его не использует. Вот поэтому мы решили вызвать, посмотреть, спросить. Собственно, до Нового года осталось 7 дней, где снег. Дедушка, кстати, по повестке явился. А снега в кабинете теперь хоть отбавляй. Но отдел финансов и бухгалтерского учета теперь может полным составом сидеть перед очагом. Он, конечно, нарисованный. В отличие от очага папы Карла, за ним не волшебная дверь, а всего лишь архив. Но душу новогодним настроением согревает. Что ж, кто-то свой кабинет согрел, а кто-то, наоборот, заморозил. Добро пожаловать в отдел учета регистрации права собственности и оценки госимущества. Коротко, замок Снежины. Это дерево делали мы сами. А рябина здесь настоящая. Мы сходили в лес, нашли там веточки, рябины и украсили их пенопластом. И повесили вот такие красивые игрушки. Проявлять на рабочем месте свои таланты сотрудники взялись не просто так. Как еще в начале декабря здесь объявили конкурс между отделами на лучшее оформление кабинетов. Были выработаны условия. Условия это не только просто оформить сам кабинет, а, соответственно, еще и его представить. Отнеслись очень серьезно к этому конкурсу. И, соответственно, для меня даже удивительно оказалось, сколько у нас нераскрытых талантов. Нарядили кабинеты, нарядились сами. Теперь побывать в волшебном лесу и сказочных замках приглашают гостей. Наш такой Дед Мороз приготовил предсказание, что же вас ожидает в 2014 году. Предлагаем вам вытянуть с этого нашего волшебного мешочка и зачитать. И узнаем. Да, обратите внимание. Обязательно вытащите. Все свои мюрками сделано у нас тут. Да, если вы надолго голым ляжете зимой на лед, никакой микроб за вреды к вам уже не подходит. Конечно, не каждый ведомств, естественно, это зависит от того, насколько руководство, ну, гос этого министерства и ведомства настраивает коллектив. Потому что праздник мы делаем сами себе. За свои старания сотрудники получили подарки. Впрочем, это всего лишь приятный бонус к основному призу – новогоднему настроению. Ольга Пыречкина, Сергей Рябчиков, Республика. Общественный совет при управлении Росреестра Почувашии подвел итоги своей работы. Этот орган существует с 2011 года. Он создан для взаимодействия с общественными структурами и обеспечения качественного уровня оказания госуслуг. В совет входят представители молодежных и ветеранских объединений, представители профсоюзов, образовательных, садоводческих, религиозных и правозащитных организаций. Члены общественного совета на своих заседаниях рассматривают новые способы информирования граждан об услугах Росреестра, проведении семинаров, участие в публичных мероприятиях. Сегодня члены общественного совета наградили представителей средств массовой информации за активное сотрудничество, в том числе и коллектив национального телевидения. На Новый год мы загадываем самые сокровенные желания, кому чего не хватает. Судя по всему, некоторые населенные пункты Дед Мороз или какие-то другие инстанции явно обходят стороной. В одном из таких населенных пунктов побывала наша съемочная группа и выяснила, что не первый год подряд под бой курантов желают местные жители. Елочку действительно взяли из лесу, только вовсе не домой. Миссия этой красавицы – стоять посередине деревни Юськосы. Традицию ставить главную елку на деревне дружные местные жители завели еще 16 лет назад. Уходящий 2013 исключением не стал. Поставили, нарядили, можно отмечать. Конечно, чтобы маленькой елочке, а заодно и селяно было не холодно зимой, главную героиню праздника можно было бы поставить в помещении. Только вот клуба в деревне нет, как и работы и дороги. А вот по этому подвесному мосту в лучших традициях остросюжетных фильмов детям приходится ходить в школу. Жители вспоминают, здесь случались трагедии. Гнать школьный автобус далеко, это будет километров, наверное, по круговой километров 15. Из-за этого у нас с этой деревни ходят 16 школьников, имени Гостинской средней школы. Вот для этого предназначен мост. Ход способом, без привлечения других сил, сами деревенские жители выходят и ремонтируют. Рассчитывать на себя жителям приходится практически во всем. Дед Мороз, как и прочие сильные миры сего, к просьбам сельчанам остаются глухи. Вся надежда на старосту деревни. Селяне говорят, мужчины деятельные. И только вот вместо волшебной палочки у него только инициатива и небольшая помощь от красноармейского сельского поселения. Работы поблизости нету. 25 человек с деревни каждый день. Красноармейск, Чебоксары, Севильск на работу ездят в основном. Поблизости совхоза, колхоза не осталось. Что удалось за эти годы, мне, конечно, детскую площадку, голодец подняли на одно кольцо, крышку все заменили вот это. И сделали самый основной трос. Потому что на мосту дети ходят. Надо бы их полностью делать по проекту. Это было бы для меня и для сельчан очень большое событие. Если это дорога будет по деревне, еще лучше будет. А клуб это в наше время едва ли будет. Мы вот... Хорошо, что ларек еще открыли. У нас и магазин, ничего не было в этой деревне. Совсем скоро опять пробьют куранты. И селяне опять будут загадывать желания. Староста Леонид Семенов наверняка пожелает, чтобы в деревне появилась дорога. А еще терпение. Ведь исполнять заветную мечту, скорее всего, придется своими руками. Ольга Пырочкина, Регина Кубайкина, Николай Яковлев. Республика. Они издревле помогали человеку пахать, сеять и убирать урожай. Среди людей бытует мнение, что это доброе, умное и трудолюбивое животное. Наша съемочная группа отправилась в конно-спортивную школу, чтобы познакомиться с символом будущего года. До Нового года остались считанные дни. Заканчивается год змеи. И на пороге уже топчется новый символ. Это лошадь. Сегодня мы попытаемся узнать, каким характером обладают эти прекрасные животные. Анна знает о лошадях все. Она с ними дружит с 9 лет. Сначала девушка училась в конно-спортивной школе, а потом осталась работать тренером. Характер бывает абсолютно самый разнообразный. То есть от самой спокойной флегматичной лошади до энергайзера, так скажем. Вот не хочет стоять, уже топчется, домой просится. Абсолютно разные, как люди. Большие добрые глаза, прямая гордая осанка, красивая походка. Так выглядит символ будущего года. Ее зовут Хургада. Она только что заездилась. Ей 4 года. То есть вот совсем недавно мы сели верхом. В работе такая добродушная, старательная. Но иногда и ленивая, конечно. Вот она родилась здесь, от наших же лошадей. Папа Грега, мама хлопотунья. Мама хлопотунья успешно скакала с качки. Ну, у нас почувашие. Любит очень сладкое. Очень любит сахар. Даже не морковку, а вот сахар ей хочется. Можно сахар? Можно. Рафинад прессованный. Они вот очень аккуратно берут с ладошки. Никогда не укусят. Лошади очень похожи на людей, говорит Аня. Они такие же чувствительные. И доброе, ласковое отношение людей к этим удивительным животным творит чудеса. Был случай, вспоминает Аня, когда на одну старую лошадь уже не возлагали никаких надежд. Тренеры думали, ну и пусть себе катает детей. А она попала в руки к хорошему тренеру и преобразилась. Стала ездить на соревнования. Дети с ней начали получать разряды. Вот такие непредсказуемые эти животные. И все у них, как у людей. И даже чувства. Татьяна Трофимова, Сергей Рябчиков, Республика. Последние дни декабря выдались далеко не снежными. Некоторые синоптики даже говорят, что мы будем встречать Новый год без снега. Свой прогноз дают и в гидрометеоцентре Чувашии. До конца недели Чувашская республика будет находиться в зоне усиливающейся антициклона. При переменной облачности местами возможен слабый снег. Но в основном будет без осадков. Ветер будет преобладать западной четверти 5-10 метров в секунду. Ночью минимальная температура воздуха ожидается от минус 3 до минус 8 градусов. Днем столбик термометра покажет 0-5 градусов Цельсия. Накануне Нового года поздравление принимает Центр профессиональной стоматологии «Дентомед». Свои двери для пациентов компания открыла ровно 10 лет назад. За это время клиника вышла на международный уровень. Поздравить коллектив с юбилеем пришли представители органов власти, общественности, руководители других клиник, давние друзья учреждения, благодарные пациенты и, конечно, партнеры и коллеги. Возможность устроиться на работу в Сбербанк Чувашии появилась у студентов столицы. Больше месяца они стажировались в различных бизнес-подразделениях банка для того, чтобы попасть в число лидеров и получить главный приз. О тех, кому это удалось и что они за это получили, вы узнаете из нашего сюжета. У меня же на этом все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. Молодежная программа «Респект от Сбербанка» включала в себя два блока – образовательный и проектный. Сначала студенты посещали семинары по банковской тематике, изучали успешные проекты и учились работать в команде. Затем при помощи наставников – сотрудников банка – они свои знания применили на практике. Нам дали кейсы и нужно было рассчитать влияние на бизнес. Вот это было самым сложным. Помогали нам и наставник Черникова Елена, помогала и наш преподаватель Иванова Татьяна Алексеевна. Вот справились. Мы научились теоретические свои знания применять на практике. А мне кажется, этот опыт, он дает большую возможность в будущем к развитию, к стремлению. Основная цель молодежного образовательного проекта от Сбербанка – помочь студентам определиться в жизни, дать возможность проявить себя и, возможно, устроиться на работу в одном из крупнейших банков страны. Наш первый блин далеко не комом. Те ребята, которые прошли, они действительно молодцы. Потому что студенты от третьего до пятого курса. Казалось бы, такая большая разница, но они все молодцы. Я думаю, что часть ребят уже у нас идут на оплачиваемую практику, стажировку. С остальными, при их желании, мы будем отрабатывать и обычную практику, но уже с каким-то профессиональным уклоном. Всего в проекте приняли участие около ста студентов из разных вузов столицы. За главный приз в финале боролись 11 команд из 49 человек. И только 4 команды стали победителями. Это студенты ЧГУ имени Ульянова, Чебоксарского кооперативного института, Московского государственного открытого и Санкт-Петербургского государственного экономического университетов. Они получили главный приз – оплачиваемую стажировку в банке с возможностью трудоустроиться. Я хочу сказать спасибо Сбербанку за этот новогодний подарок. Это на самом деле очень хорошая для нас возможность показать себя, зарекомендовать. И хочу выразить также слова благодарности за достойную конкурентную борьбу. И надеюсь, что я обозначу свой путь правильно и добьюсь высот уже в Сбербанке. За 10 лет небольшая клиника «Дентомед» выросла до Центра профессиональной стоматологии, состоящего из 4 офисов, где работают около 100 человек. Сотрудники одного из них специализируются на детской стоматологии. Ребенок здесь не чувствует боли и уходит домой в хорошем настроении. Ведь впечатление от первого посещения стоматолога остается на всю жизнь. Врач-стоматолог Ирина Лаврентьева работает в Центре уже несколько лет. На ее глазах клиника расширялась, оснащалась последними медицинскими новинками. Незменным, говорит доктор, остался подход к пациентам. Нам не важно, кто он перед нами. Для нас состоит задача помочь человеку, ребеночку, взрослому. Работать очень приятно. Оборудование самое современное. Персонал, врачи, доктора, ассистенты, администраторы, директор, главный врач. То есть все самые лучшие люди на свете. Лечение, отбеливание, протезирование, имплантация, исправление прикуса. Далеко не полный перечень современных процедур, которые чпоксарцы могут получить в клинике. Основатели компании Юрий и Инна Зорина сразу поставили перед собой высокую планку. Стать клиникой международного уровня. Мы очень много добились. Участвую на всевозможных всероссийских конкурсах, где наши доктора занимали первые и вторые места. Вот недавно я сам участвую на международном конкурсе по имплантации зубов. Стал победителем. У нас есть свое внутреннее академическое образование, которое очень эффективно работает. Центр профессиональной стоматологии «Дентомед» – это команда профессионалов своего дела. Это высокий уровень сервиса и качество предоставляемых услуг. Это доступные цены. У клиники широкий круг пациентов, и он только увеличивается. Люди посещают офисы с семьями, приводят друзей и знакомых. Поэтому они доверяют профессионалам и знают, что секрет красивой улыбки – здоровых зубах. Субтитры создавал DimaTorzok